Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас в городе Курохтианапа. Меня зовут Юрий Аздоровский и меня сегодня пригласили на свидание. Представься, пожалуйста. Татьяна. У меня впервые такое в жизни, что девушка приглашает на свидание. Я прямо честно смущаюсь, стесняюсь. Это на самом деле очень интересно. Мы посетим сегодня Сеозон Морелайн и расскажем вам об этом заведении, а заодно познакомимся и в прекрасной леди в белом платье на берегу Черного моря под вкусные напитки и еду. Что может быть лучше? Согласен. Находимся мы в прекрасном месте на берегу Черного моря, пересечении улицы Калинина и набережной в Анапе. И давайте немножечко посмотрим, что вам здесь предлагают в этом заведении. Можно расположиться с видом на море, здесь вот в первой зоне. Если вдруг вам жарко на солнышке, внутри тоже есть много столиков, на которых вы можете посидеть. Здесь разнообразные напитки от разных производителей. Здравствуйте. Добрый день. У нас представлены как большие винзаводы Краснодарского края Шатотамань, например, линейка Высокий берег, Ариста, Фоногория. Небольшие винзаводы также Анапского района Скалистый берег, Сикора, Шумаринка, Гайкадзор и небольшие частные вины. Можно взять либо бутылку, либо по бокальной позиции также присутствуют. Практически все вины наливаем по бокально. А есть ли у вас безалкогольные вины? Да. Безалкогольные тоже есть. В производстве Германии есть белое и розе. Дальше мы проходим как раз-таки еще одну зону. Находится она под деревьями. Здесь можно защититься и от ветра, и в принципе разместиться в тенечке. Не всегда у нас комфортно на солнышке. Там, конечно, круто на закате. Но вот сейчас, когда светит яркое солнце и сегодня, кстати, дует ветер, здесь очень хорошо находиться. Первая зона фудкорта мы с вами посмотрим. Это мидии устрицы. Здесь они представлены в большом ассортименте. Вы можете заказать практически любую еду из морепродуктов. Все, в принципе, по таким же ценам, как и у нас, и какие-то позиции даже дешевле. И ребята здесь готовят на открытой кухне. То есть вы можете посмотреть, как происходит приготовление ваших блюд. Юра, что ты предпочитаешь? Мясо или рыбу? Я вообще всеядный. Могу все, что угодно съесть. Прекрасно. Я еще взяла для нас овощи-гриви. Попробуем. Выбор устриц и морепродуктов можно осуществлять прямо сразу здесь, из этого аквариума. Можете выбрать и по размеру, и по разновидности. Мы здесь в большом ассортименте. Также есть ежи и анады. Его мы сегодня и попробуем впервые. Также вы можете выбрать из холодильника освежающие морепродукты и во втором мясо и овощи. И вот в таком формате вы можете увидеть, как это будет выглядеть уже для вас с ценами. Следующее место мы смотрим, это суши, ровы, пицца. То, что многие любят, особенно дети. Посмотрим, какой выбор здесь есть. Тоже открытая кухня. Готовят все при вас, что очень хорошо. По меню и ценам вы можете все это сами увидеть. Если что, ставьте на паузу. Мы снимаем в формате 4К. Как бы все видно. А что ты предпочитаешь из ровы, пиццы, вот из такой вида? Я люблю воп с морепродуктами. И еще здесь очень вкусные ровы, поэтому я бы взяла какие-нибудь остренькие ровы. У меня есть. Звучит, чувствую. Попал, да? Для любителей пива здесь работают семейные пивовары Гамбринус. Давайте с ними познакомимся. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Семейная пивоварня Ставропольская Гамбринус. Мы являемся как производителем напитков, так и как пиво, лимонады с 92-го года. Наше пиво достойно множества наград. Регулярно принимаем участие в конкурсах. И лучшие сорта здесь представлены в нашем магазине. Предлагаю попробовать вам нашу местную фирменную эксклюзив, выпущенную специально для сезона пиво сезон. Пиво здесь наливается не просто, как вы привыкли, сверху, а такая специальная эксклюзивная установка реверстаг. Пиво наливается снизу. Вау. Просто магия. Все, стаканчик готов. По ценам вы можете сами увидеть, что, сколько стоит. Друзья, следующее место, которое привлечет ваше внимание, это море коктейлей. Сейчас на ваших глазах этот чудо-бармен приготовит нам на выбор 5 сразу. Я вас приветствую. Меня зовут Кирилл. Мы находимся на территории фудкорда Сиазон. И мы хотим представить вам наши коктейли. Начнем мы с классического коктейля Апероль. Мы используем только оригинальный Апероль, оригинальное игристое. И не добавляем содовую. Содовую добавляем только по просьбе гостя. Следующий коктейль Хьюго. Он у нас на основе ликера бузины с добавлением игристого. И мятка сверху для ароматики. Третий коктейль. Это уже не классический. Это уже мы делаем сами. Соответственно, здесь у нас базилик, яблоко, шпинат. И тоже наполняется игристым. Как вы поняли, игристые напитки – это наша основная концепция, в принципе, заведения. Здесь у нас более сложное сочетание. Здесь у нас ежевика, какао, лемонграсс и обжаренный миндаль. И также это все наполняется игристым. И здесь у нас самый сложный, и он из них всех самый продуктивный. В основе у нас ананасовый ром. Мы печем ананас, делаем настойку на роме. Она же и основа для коктейля. Медово-амаретовый соус с добавлением яблока и корицы, плюс лимонный фреш и содовое. Помимо крепких напитков и коктейлей, также есть и для детей, и мороженое для взрослых. Собственно, давайте и о нем вам расскажем. С таким прекрасным видом. У нас скоро уже закат. Красота. Добрый день. Меня зовут Евгений Казенец. У меня есть такое прекрасное заведение, называется «Джелатэрия Сорбет». Здесь мы готовим мороженое по итальянским технологиям. Джелата. Оно является очень вкусным, очень насыщенным, в отличие от промышленного производства. Мы можем сочетать абсолютно разные вкусы, делать его на молочной основе, на водяной основе. То есть это имеет в виду сорбеты очень вкусные, освежающие, классные. А также мы делаем мороженое с алкоголем, которое не является алкогольной продукцией. По сути, содержание там в районе 3-4%. Это очень вкусно, полезно. Я предлагаю вам самим это попробовать. Вот так открываются устрицы, ребятка, и подготавливается для их негустации. Итак, друзья, на что я решился? Я сегодня попробую. Как это правильно называется? Аннодара. Аннодара. Господи. Вот что я ел устрицы. Господи. Это кровь из-за что? Ее надо тоже же съесть, да? Обязательно. Как там было сринание с бампиром? Ты мне уже бампиры записал? Кстати, тут две половинки, я думаю, что тебе тоже можно. Я просто в шоке. Соус с лимоном по вкусу. Вот такая красота. В сопровождении к вину у нас также представлена идеальная его пара. Это сыр от фермеров, лучшие фермеры Анапского района. Сыры завоевывают первые места на всероссийских конкурсах. У нас большой ассортимент сыров, как с благородной плесенью, так и классические твердые и полутвердые сыры. Также в дополнение представлены оливки, испанские, прямо из жаркой Испании. Я вам хочу показать, какой стол накрыла Татьяна для меня, чего здесь только нет. Мы находимся, напоминаю, в Сиазон, Калинина 2-1. Если вдруг вы захотите прийти и тоже покушать с красивым видом на море, тут отовсюду со всей локацией открываются просто потрясающие виды, то приходите. И это еще не все блюда, которые здесь есть. Приводите своих девушек, вкусные напитки ждут вас. Я, конечно, не как официант, но я стараюсь, учусь. Я вообще, в принципе, наливать вино никогда не пробовал. Надеюсь, что понравится. Я благодарю вас за приглашение в такое великолепное место. Сейчас попробуем, надеюсь, что будет вкусно. Хотя я видел, как это все готовилось, и я уверен в профессионализме людей, которые это делают, потому что аромат еды уже вызывает аппетит. За знакомство. За знакомство. Спасибо большое. Ммм, прям очень вкусно. Это вкусно. Да, и аромат такой прям фруктовый классный. С чего мы начнем? С морепродуктов. Я тоже так думаю. Но самое страшное, это попробовать вот эту вещь и выпить кровь. Я посмотрю, как ты будешь делать это. Давай снимем даже это. Я пока не готова. Слушай. Давай, я буду снимать. Да. Я тебе дам свой телефончик, и ты покажешь, как это будет все происходить. Анарда? Ана-да-ра. Ана-да-ра. Хотел сказать, не помню. Господи. Ты первый раз ешь? Да. Загадывай желание. Да у меня все уже есть полные, дочерь. На что это похоже? Какой-то вкус устриц, море, но при этом это такая плотная консистенция. Немножко, может, чуть-чуть кальмара напоминает. Очень вкусно. Ну, интересно, добить это кровью. А, это не кровь, подожди. Я понюхал, что это не тем. Вот. Это та самая кровь, которую мы набирали. И как? Главное, на людей не перейти. Очень вкусно. То есть, неожиданно прям понравилось. Ну, давайте уже в этом видео мы еще попробуем с яичком перепелиным морского ежа. Это тоже довольно-таки экзотическая тема. И очень клево, что в Анапе есть такие места, в которые можно прийти и попробовать. Я очень сильно удивился ассортименту, который устрицы здесь есть. Я даже одну можно у тебя заберу? Хочу попробовать. Пожалуйста. Потому что я недавно пробовал на набережной в Анапе. Ну, как-то не очень у меня зашли. А здесь и выбор разных устриц. Не только по размеру, но и по всему происхождению. Вот так вот. Это просто божественно. Что ты выберешь? Я? Анадару или ежа? Слушай, они совершенно разные по вкусу. И я очень удивился вкус Анадары. Боялся больше. Она великолепна. А еж, он такой нежный. Я думаю, под разные напитки и разные настроения будут разные и продукты. Все, теперь я тоже, видимо, решилась. Попробуем. Попробуем. Очень интересно. И давай устрицу еще. В финале устрицы, конечно. Лимончик. Что еще? Какую тебе? Скажи, я выберу другое. О, я тебе доверяю выбор. Ну, сейчас возьму ту, мне скажут самую большую. Возьму эту, скажут самую вкусную взял. Так же не делается. Надо подходить к этому, как говорится, сознано. Ладно, возьмем маленькую, оставим девушке побольше. Я благодарю тебя. Каждым морепродуктом идет какое-либо дополнение, да? Соевый соус, кровь. Ну, тут. Лимон, яичко. Каждый щель выбирает все то, что ему больше всего по вкусу. Я не ошибся с выбором. Вот это восхитительно. У нее есть свой привкус. Не только вкус моря. Не так, как я пробовал на набережной. Там средняя была. А здесь вот именно восхитительная устрица. Ребят, я не знаю, какое это именно было название ее. Но вот форма вот такая. Очень интересная послевкусие. Здесь ярко выражен как раз-таки и вкус моря, и есть небольшой такой немножко легковый привкус. Вот так вот советую. Давай пробовать? Пробуй, я уже как бы все. Теперь твоя очередь и рассказать вообще о своих вкусовых впечатлениях. Это же будет интересно. Я, честно, прям, когда впервые увидел Аннодару, я не мог лещиться. Я в отличие от тебя все равно загадаю желание, потому что я первый раз ее еду. Двигайся ближе, не стесняйся. У меня платье. Подвигай. О, я тебя благодарю. Я ее ем первый раз. Но я очень верю, что когда ты что-то пробуешь или загадываешь желание, оно обязательно сбывается. Ты сейчас загадаю, а потом тебе скину смс, когда оно сбудется. Это соевый, верно? У нее же надо было мыкать. Я приходит смс, скажет, я беременная, да? О, подожди. Ладно, это у меня. С желанием. Я просто людей чувствую, понимаю, чего они хотят, поэтому давай как-нибудь чуть понежнее. Я хочу миллион подписчиков. Какие-то странные желания уже еще. Прикольно? Да, вкусно. Это реально прикольно? Ну, это вкусно? Давай еще, шлифуй еще кусочков. Нормально. Ну, слушай, это прям как плотный белок кальмара с устрицей скрещенной. Да, причем это считается прям очень-очень полезным. А, подожди. Ты сначала кровушки есть, спей. Давай, давай. Как раз тебе половиночку оставил. Говорят, когда люди пьют из одной посуды, они точно узнают мысли друг друга. А потом беременеют. Нет, это тебе неправильная информация. Все так воспитаются. Да ты не попробовал, я видел. Но это надо решиться. Да ладно. Подоверьте этому мужчинам. Оно вкусное на самом деле. Оно соленое, оно прям как кровь. Это как морская водичка с кровью. Ты не пьешь морскую воду с кровью? Нет, как-то не доводилось. Ну вот, у тебя был шанс, но ты как бы мало испробовал. Ежика подоставь-то эту анадару. Ты ежа попробовала. Надо все попробовать. Ты бы столько заказала, что хотя бы надо поднаткусывать все, понимаешь? Я это пробовала. Кого ежа? Да. Так же самое. Зависит от того, насколько еж свеж, не свеж. В разных местах по-разному. Первый ежа, которого я пробовал, он тоже был, в принципе, свеженький. Все хорошо, но как бы вот здесь уже второй раз, когда послевкусие, то есть, ну, довольно-таки интересно. Потому что ты уже знаешь, чего ожидать, и это не вал, а как-то ты, как бы, смакуешь. Ну и... Вот мне она, да, вот это больше. Больше понравилось. Хорошо. И устрица. Ты выдавишь лимончика? Давай. Ага, и он не зацепит. Дуже-чуть, видишь, ты получишь. Да, хорошо, и все. Надо вот так и... И туда одним заходом, да? Да. Их я люблю. Как по вкусу? Есть какие-то привкусы или чисто море? Это вкусно. Она насыщенная, плотная, чисто морская, без каких-либо добавок, примесей. Давай, доедим анадарю, чтобы ей не пропадать, жалко будет. Это действительно как бы все полезная вещь. Слушай, это классный ужин, когда есть все, и можно пробовать, запробовать. Мне вот это прям классная штука. Такое море, море, море. Я думаю, будет противно. Я тоже. Они когда еще ее разделывали... Страшно все это выглядело. Да, да. Когда открыл, я думаю, как это есть. А потом смотрю, так мяско чисто осталось. Ну, прям, кушай, кушай. Что ты предпочитаешь в еде? Я поняла, что ты всеядный, но всегда есть предпочтение к чему-то одному. Ну, вот что ты любишь больше всего из продуктов? Борщ. Борщ с салом. Борщ, самое главное, чтобы это был вкусный борщ. Домашний борщ нравится. Вообще, у меня даже свой рейтинг столовок был по Анатриям. Я приходил, заказывал именно борщ и по нему уже определял, хороший повар готовят или нет. Прям показатель. Во-первых, это одно из важнейших блюд, да? И, во-вторых, он у меня есть везде. Ну, за редким-редким исключением. И когда ты заказываешь, потом можешь сразу понять. Это было классно для меня. А где самый вкусный борщ, Анатрия? Дома у меня. Да. Мама готовит. Какой может быть самый вкусный борщ? Прекрасно. Ну, к сожалению, борща у нас нет, но у нас есть ассортимент морепродуктов, закусок. Вкусно? Это самые вкусные оливки, которые я пробовал. Очень вкусные. Которые с косточкой? Вот, я попробую с косточкой. Они смеси там разные. Здесь есть еще с начинкой. Слушай, попробуй обязательно перчик. Он здесь один, но очень вкусный. А, вон еще есть. С вино. Вот такой средней остроты. А нет, не средней. Я не знала, что он острый. Отлично. Сильно? Нет, нормально все. Так, морепродукты. Что у нас здесь? Кальмар, креветка. Это все делается на гриле, и можно все-то лимончиком полить. Будет вкуснее. Может быть. А есть еще вот такие классные. Миди и брускеты. Будет тоже очень вкусно. С вином. Ну как? Вообще, ты видишь, я как бы один кушаю, да? Я так понял. Нет, я буду тоже есть. Нет, ты просто рассказываешь, и мне интересно слушать. О, благодарю тебе. Продолжим? Да. Пробовать. Мы остановились с тобой на оливках, на морепродуктах. Да. А ты пробовал сыры? Они здесь местные. Местные производители. У нас три вида, да, по-моему? Да. Любишь сыр с плесенью? Обожаю. Особенно под вино. О, да. О, давай мы выпьем за что-нибудь. За что бы ты хотел выпить? Ну, чтобы почаще так встречать закаты, под сыр, вино, красивый стол. На берегу моря, хорошая компания. Прекрасный торт. Дай бог. За неделю до лета. А еще один, по-моему, пармезан. А третий я забыла. Я по названию тоже как бы не особо запоминаю. Сыр, и мне пармезан нравится, вкусный. Здесь тоже выраженный вкус хороший. Но с плесенью перебивает все остальные два, потому что он восхитительный. Мы узнали, какое мое любимое блюдо. У тебя какое любимое блюдо? Что тебе нравится больше всего? Я люблю морепродукты на гриле. Мне очень нравятся овощи на гриле. А еще я люблю барабульку. Барабулька, это вещь, что даже она, можно сказать, эксклюзивная. Потому что у нас в Анапе найти в каком-либо заведении барабульку большая проблема. Потому что ее разбирают. К сожалению, ценник на нее вырос, но здесь она ест. Какие твои любимые места в Анапе? Куда ты любишь ездить, отдыхать на природу? На море. Любимый пляж. Это Благовещенско-Нудийский пляж. Там красивая лестница. Чистое море. Вот сегодня там был. Восхитительно просто. У нас она здесь сейчас в возрасте практически есть. А там голубое. Красивое. Бездомное. Классное. И нудисты? Ну, еще и нудисты было, да. Ну, и что? То есть с детьми туда не поедете? Там слева-справа можно отдыхать с детьми. В плане того, что у них пляж, вот спуск лестничка. Можно отойти им правее. И там спокойно все отдыхают в одежде. То есть у них стоит грани-разграничение. То есть это наше место. И они это место убирают и содержат его в порядке. То есть поэтому им претензий тоже нет. Пускай люди отдыхают, забирают. Ну что, как тебе тут барабулька? Очень вкусная. Жирненькая, свеженькая. Обожаю барабульку. У нас кто приезжает в Анапа, всегда обязательно пробует барабульку. Я считаю, что она всегда и везде должна быть. Но вся зона нам сочная и вкусная. Слушай, а вот эта рыбка как тебе? Я не пробовала. Иглу не ела? Я коренная напчанка, но я ее не ела. Я сегодня впервые сижу с мужчиной, которого пригласил на свидание. Впервые. Это она на Дару. Она на Дару пробовала. Иглу попробуем. Своеобразная рыбка, но она самая полезная в плане того, что в ней больше всего фосфора. Даже сейчас видно, вот. Он проступает. Она костлевая? Нет? Там один. Привет. С вкусненьким. Мне кажется, она была бы вкусная с пивом. Здесь как раз есть семейная пивоварня. Под пиво Сиазон. Самое то, наверное, было бы. Слышная барабуля. Барабулька прям очень вкусная. А тебе такой пляж нравится больше всего в Анапе? Как коренной анапчанка? Малую Триш. Далеко. Я в детстве ездила на Малую Триш. Тогда еще были открыты лагуны. Мы ездили туда с лагерями. И там потрясающе красивое место. Там каменный пляж. Я не очень люблю песок. Потому что, когда ты приезжаешь на песок, у тебя в песке все. И ты выходишь, он еще из тебя сыплется последние недели. Нет, возможно, это классно, круто. Здорово полежать на горячем песочке. Но я предпочитаю, наверное, больше каменный. Насколько часто ты бываешь на этом Трише малом? Вот, кстати, скоро еду туда. Нет, а за прошлый год? Я постоянно езжу на Триш раз в два месяца. И летом я бываю, наверное, раз в три недели мы ездим туда. У меня был один раз, я съездила туда. Рыбацкий домик есть. Я там прожила одна-три дня. Это было потрясающе, да? Господи. Вот еще она поназывает катаполисом. Они все тут такие... Слушай, он даже не реагирует на рыбу. Они отреагируют. Он дождался, пока ему положил культурный котик. Так, у нас осталось еще, наверное, попробовать роллы. Тебе какие, кстати, больше нравятся? Нам здесь досталось три вида. Запеченные, холодные и жареные. Я люблю Филадельфию. И вот эти остренькие. Запеченные. Благодарю. Филадельфия, остренькие, запеченные. То есть, что все любят? Нет, вот это запеченные, вот это жареные. А, то есть, жареные не любишь? Не очень. Честно сказать, не очень. Я какое-то время прям очень сильно люблю жареные. Кто-нибудь просто наелся, и все. О, там еще есть поке. Да, у нас тут еще столько всего. Главное попробовать, а потом можем как бы поесть уже без вас. Поэтому вам рассказать по блюдам. Это что, как, что, почему. Давай, какой будешь пробовать? Я от себя начну. Давай. Вкусно. Да? Что у тебя внутри? Там у меня... Креветка? Да, креветочка, сыр, огурчик. Все просто. И вкусно. У тебя там кто? М-м-м. Гугарь. Гугарь? Угу. Прикольное сочетание лука. И вот здесь соус с сыром. По-моему, это еще и краб. Если я не ошибаюсь. А ты на Малый Утрич не ездишь? В прошлом году ни разу не был. Обязательно съездим в Можжевеловый рай. Проблема вот именно в большом круге, чтобы туда сейчас добраться. То есть там дорогу уже размыло. Угу. Ну, сейчас вообще прям он стал трудно-трудно доступным. Угу. После того, как ее размыли, ее восстановили все? Мне очень нравилось это место, где стоит эта скважина, из которой идет вода. И горит огонь, если поджигать. Угу. Поджигал? Вот где эта скважина, и получается, если ты уходишь вглубь леса, повыше, там... Я когда была в школе еще, в шестой я училась. Тогда лес еще не сгоревший там был? Нет, это было очень давно. И мы ездили в лагерь школьный. И там еще, знаешь, может, помнишь, были эти бельчата, волчаты... Скауты, скауты. Вот, скаутский лагерь, вот я с ним ездила. И как раз возле этой скважины горели костры. И мы там, помню, прыгали вечерами, через них там собирались, какие-то игры были. Ну, очень круто. Очень классное место. Но сейчас туда вообще не пускают. Даже мы ездили отдыхать на Утриш. Туда не подойти, да? Вообще, интересная история в плане, что мы вот пляж. Мы приехали посидеть на берегу моря, все нормально. И ты чуть дальше проходишь. Буквально 20 метров зашли. Ну, может, там, в лес 20-15. Тут же просто охранники и не разрешают дальше идти. То есть сразу тебя выводят из леса. Ну, то есть то, что огороженная зона. Ну, заповедник, и они заповедник не пускают. Так, какой ты еще не попробовал? Пробуем. Этот, этот, этот вкусный, да, ты говоришь? Да, мне понравилась креветочка очень, очень, очень вкусная. Сверху что за соус? Не острое? Нет, остренький, мне кажется, вот этот самый. Так, это у нас как блюдо удон с креветкой. Такая подача. И можно как раз таки продегустировать. Я забываю, что там еще видео стоит. Мне кажется, все зрители, они в это время уже сидят и заказывают доставку просто. Сезон. Нам тоже вина, нам тоже морепродукты. Мне кажется, самое лучшее все-таки прийти на берегу моря и поесть. Потому что доставка-доставка, воздух, виды, совершенно другая. Здесь потрясающие закаты. Я приезжаю сюда часто даже не только выпить вина, покушать, но еще и из-за вида. То есть здесь можно сидеть, отдыхать, и здесь шикарный закат. Ну как? Отличный удон, не острый. Продукты все поджарены классно. Мне нравится, знаешь, бывает иногда перетушивают. Здесь все в этом плане идеально. А тебе мы дадим попробовать второе блюдо. А ты сам готовишь? Я, повар четвертого разряда, готовлю под настроение. Здесь лососем, по-каке это называется. Здесь сборная такая, рис снизу. И вы уже можете там перемешать, как вам удобно, вкусно. Давай вместе. Кого? Лосось? Да. Что здесь лосось? Икра массажа. Сверху можно положить редиску. Ну как? Вот, знаешь, есть прям слабо-слабо соленый. Очень вкусный. Сейчас для любителей таких блюд тоже можете прийти и здесь пробовать. Удобно еще с собой брать. Куда-либо, да? Угу. Ну прогуливаясь, можно остановиться, взять и пойти на пикничок, даже на берег моря. Здесь, кстати, вот Сиадзон, Калинина 2-1, а пройти чуть вправо и спуститься вниз, очень шикарный пляж. Сделали. Ну, что ты больше любишь, курицу или мясо? Мясо. Давай. А ты? Я питаюсь курицей, люблю мясо. Как ты, корей, ягденка. Очень вкусно, но оно подостыло, пока мы разговаривали. Надо днинчик. Я не люблю готовить, но я люблю вкусно и вкусно. Мне, наверное, повара четвертого разряда еще далеко. Ммм, ну, вкусно. Отличная наша. Несмотря на то, что остыло, баранина великолепная в плане того, что ее не очень кушать, когда она остывшая. Здесь не вкусная, нет ни запаха, ничего. И мясо просто тает во рту. Ребята молодцы, очень вкусно сделали. У нас еще мидия, пицца. А мне кажется, что я уже доела. Ты не замерз? Я купаюсь в море. А, ты же купаешься каждое утро. Сколько лет уже? Не каждое, но... Часто? Раньше было вообще каждое-каждое. А сейчас я купаюсь, когда у меня организм просят. Облад, просыпаюсь рано, пробежка, море, кайф. Раньше чисто купанием занимался. Я прям с утра просыпался, ехал, допустим, или сюда, или на песчаные пляжи и купался. То есть любой другой год. Тоже свой адреналин, свой кайф. А баню любишь? Баню тоже люблю. Вот я купаюсь в море, когда мы вот ходим в баню, а потом туда купаться. Вчера так и там была. А в какая твоя любимая баня? В море жара. На набережной. Мне нравится, что там выход к морю. Можно купаться в море. Просто бань к морю я поеду. Мне тоже очень нравится. В Москве я баню. Раньше тоже ничего сходил. Вот с вениками редко бывает. Ну, не знаю, как не складываются с вениками. Одно время мы ходили прямо с ребятами. Почти каждую неделю они проводят венички с собой. И я за компанией на поста падал. Было классно. А сейчас баня стала большой редкостью, потому что суета постоянная. Не успеваешь. Еще и баню ходить. А как ты отдыхаешь? Я не напрягаюсь. Сплю дома, как бы, в учетах. Пробую. Видео, как бы, очень вкусный соус. Он такой немножко островатный. А, ты уже пробовал? Да. Я просто пытаюсь побыстрее все попробовать. Это знаменитый соус там я. Не сильно островатный. Умер. Ну что, я думаю, мы не попробовали все? Нет. Ты хотела еще пить. Я думаю, я пить тоже нет. Не потяну. Овощи, гриб. Я только что съела грибочек. Овощи, гриб, здесь очень вкусные. Они используют какие-то специальные приправы. Действительно, вкусные. Главное, чтобы на твой платье не капнуть. Так, друзья, сейчас мы будем с вами пробовать мороженое. Специально для нас. Вот делает банановый пломбир. Я попросил девушку сделать именно на ее вкус. Потому что, ну, это такое у меня супер любитель мороженого. Это бамбл без шарик. И чизки к вишневой. Прям выбор мне очень нравится. Это кэшью. Вот такая красота. Ни посыпок, ничего нету. Есть посыпки. Могу топингом, могу посыпками тоже. Такая вот красотища. Ну что, ты будешь первое пробовать? Ну, давай. Давай. Давай я тебя буду кормить. Меня кормить? Ну, давай попробуем. А что там было белое? Не знаю. Это кэшью, наверное. Слушай, действительно очень необычный вкус у мороженого. Очень мягкое. И очень насыщенно. А теперь розовое. Давай. Розовое у меня прям больше зашло, чем орешки. А розовое-то какое было? Это вам вот там. Тут какая-то есть ягодка еще. Хочешь наковырять ягодку? Да. Это в честейке. Огонь. Это пушка петарда. А теперь нужно дополнить это свежесваренным ароматным кофе. А там еще один чай должен был. Ты мне что-то дала попробовать. Не все вкусы эти, хочу сказать. О, подожди. Еще один. С малиной. Ты запомнил название? Слушай, мне пока все прям понравились. С каждым разом ложка все больше и больше. Ты просто понимаешь, что тебе доедать, да? Чтобы тебе сильно не толстеть. Я за это вообще не переживаю. А почему тогда только я ем? Вкусно. Мне нравится. Ты так хорошо ешь. Ну, очень аппетитно. Да? Ну, все хотят мороженого. Все, на этом фильм заканчивается. Вы включаете камеру. Всем спасибо за внимание. Ну, ты сама не хочешь попробовать рассказать свои эмоции? А я не знаю, какое здесь. Ну, ты пробуй и пытайся угадать. А мы играем в какую-то игру, а какой будет приз? А приз будет бутылка вина от себя свежая. Это джем. Классное суждание. Сладкое. Я думаю, детям бы оно зашло. Мягкое. Ломбир. А тебе не заходит, что ли? Кажется, сладкое. Серьезно? Я вообще, как бы, сахар не ем. А кизун, кажется, банановое было? Да. Да? Да. Любольно. Я хочу чизкейк. Ты чизкейк еще брал? Не, бонус чизкейка. А, у нас был малиновый пирог, да, по-моему, или как-то так? Лимон. Нет. Как это? А, был чизкейк. А, был чизкейк. Орех. Слушай, вот она догадалась, а я забыл. Орех. 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 А больше всего, вот, пирог, чизкейк, наверное, и, как тебе мороженое? Угу. То есть, прям понравилось? Баблгам. Отлично. И кеша. Да, прям топ. И капучинько. Капучинь. И скорейцей. Сейчас дождемся. Кто это? Это сердце. Нет, это какой-то цветочек. Смотря, что ты здесь видишь. Слушай, давай, ой, нет, слушай, вот так сердце. Прям. Это сердце смесло. Да. А там было сбоку, как будто, знаешь, какой-то цветочек, там, как луковица. Как луковица. Да, она раскрывается. Вот поворачиваешь, раскрывается в сердце. А-а-а. Красиво. Это капучинка у меня, америкашка, ребятки. Ну, давай. Сделано с любовью. Вау. После вина лучше всего это шлифовать кофе и мороженое. Юра, как тебе сегодняшний вечер? Восхитительно. Столько всего попробовал, узнал. Очень приятно. Спасибо огромнейшее за приглашение. Это, так сказать, первый опыт. И как тебе? Я не могу пока однозначно ответить на этот вопрос. Надеюсь, как говорится, на древейшее продолжение. Вот, может, и так выразиться. Я благодарю тебя за компанию. Мне было интересно. Мне понравилось. Благодарю тебя за сегодняшний вечер. Спасибо большое. Ну, а также хочется поблагодарить все зоны, то, что они создали такое великолепное пространство, в котором можно отдыхать вот с таким прекрасным видом на море и наслаждаться всеми этими явствами. Восхитительно. Особенно морская тематика заходит просто на воро от души. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok